добрый вечер дорогие друзья мы сегодня сравниваем с вами 3 вида текилы 3 вида текилы репасада 1800 такое интересное название просто 1800 цифрами сен нот и гранд орендейл все текилы 100% агава я вам всем рекомендую пить всегда только 100% агаву 1800 самая дешевая сен нот чуть подороже ну а как вы видите гранд орендейл он в упаковке соответственно самая дорогая текила и сегодня я разберусь и мне очень интересно какая из них станет самой лучшей стоит ли гранд орендейл своих денег или может быть сен нот или 1800 вообще кажется самое лучше бокалы у нас из виски виски бокалы компас бокс глинморанж и брук ладди классик ладди такой сет шел друзья кто там обожает глин керны вам конечно это видео будет очень страшным мы приступим и так как я сказал стопроцентная агава интересно что 1800 вот такая закрутка и пробка дегустации не было на канале мне ее я ее купил и как-то у меня был такой повод что выпил и оставалось тут чуть-чуть как раз для дегустации нашей для сравнения нашего с вами сен нот мы у нас есть дегустация на канале интересная голубая такая бутылка внутри репосада она желтого цвета что еще интересно у сен нот это что очень тяжелая пробка я вот она мне напоминает чива с 21 год там тоже там конечно там более красивая пробка но соответственно там цена совсем другая но тоже такая вот интересная тяжелая пробка кстати даже интересно теперь по цвету сравнить все текилы гранд орендейн если кто не видел дегустацию вот так вот выглядит упаковка текила репосада что говорится про сен нот еще хочу сказать что весь кактус выращивался 6 лет хорошо это или плохо но вот выращивалась дегустацию я делал сен нотом она была комнатной температурой теперь мне стало интересно продегустировать ее из холодильника дегустировали мы гранд орендейн из холодильника и мне понравилось и поэтому я решил не изменять правила по цвету вот мне очень интересно я не помню когда последний раз у нас было сравнение текилы репосада на канале поэтому давайте вот я сейчас попробую попробую как-то увидеть и вы знаете что самое интересное не знаю будет ли это видно на видео но самое кажется кажется потому что они очень похожи но самое темное кажется 1800 самое светлое кажется гранд орендейл по градусам давайте точно ли все 40 38 1800 и наверное все остальные по 40 градусов 40 и я так понимаю на это не той стороны 40 градусов не написано написано 40 градусов то есть мы начнем с самой слабой по крепости текилы и продолжим более сильными но я продолжу так знаете по нарастающим масло настость давайте проверим я помню что у сенота была маслянистость и гранд орендейн была маслянистость а у 1800 я даже не проверял смотрю 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 но у сеного 1800 не вижу маслянистость у гранд орендейн самая сильная маслянистость но вот так вот друзья аромат свежий сладкий текильный ну то есть чувствуешь агаву ничего более нету единственное что он не густой то есть я сейчас проверю две остальные текилы и потом сразу же говорю что этот аромат не густой при том что текила стоит порядка 30 евро мы я получаю аромат из бочки то есть здесь прям кстати по кругу написано что выдержался в бочках from а тут наверно сорт агавы джолиско то есть вот такие вот интересные вещи рассказываются но рассказывается как она готовится до текила но это всем все известно друзья ничего больше вот аромат такой вот сладкий чувствуется агава и средний такой вот ну слабо густой вот аромат теперь синод в прошлый раз мне был очень интересный аромат сейчас я в прошлый раз если не ошибаюсь я чувствовал в аромате огурец свежие зеленые огурец сейчас аромате огурца нету после того как она поставила значит если вы ее подержите в холодильнике а потом она будет нагреваться то по идее у вас будет изменяться аромат это значит тоже интересно сейчас что-то на табак напоминает сладость тоже есть вот кстати интересно у кого более изысканный аромат у синода более изысканный такой вот он не такой сладкий но он более изысканный такого-то сладость табаком конечно агава еще даже какой-то оттенок минерализации присутствует но гран орендей самый богатый аромат этот аромат уже чем-то напоминает виски вот очень богатый аромат очень много ванили практически не чувству то есть ну вот чувствуется чуть-чуть ага выше кстати что не сказал что самое интересное что чаще всего но про эти две текила неизвестно чаще всего текила проходит тройную дистиллиацию или же даже колону а гранд орендейн проходит двойную дистиллиацию как лучшие виски шотландии много ванили агава карамель и легкий оттенок черного перца конечно побеждает гран орендейн и вот ну вот я вам так скажу что если учесть что 1800 стоит 30 евро а сенот стоит 50 евро то я бы возможно даже выбрал бы 1800 вот но гран орендейн самое действительно самый лучший аромат в этих текилах пробуем сладкий легкий свежий вот такой вот вкус у 1800 приятно сладкая послевкусие то есть я скажу что за цену 30 евро вы получаете вот типичную такие у репасада без никаких изысков то есть без каких-то вот грани вот гранд орендейн к примеру это уже но это уже круто то есть ну соответственно я понимаю за что я отдал порядка 60 евро теперь сенот вот такое сладкое репасадовская после вкусе абсолютно она может быть простое но приятное после 1800 очень сильно ощущается бочка причем какая-то молодая бочка но я так понимаю что здесь используется virgin oak во всех американские бочки из дуба альбы и поэтому вот очень ощущается молодая бочка с такими вот кисленькими танинами чего я по-моему не ощущал на дегустации может быть потому что он более прохладный да пока держишь во рту он такой довольно таким ну давайте назовем сладко богатый да вот такой вот вкус а при глотке появляется вот это вот бочка какая такая ну ну вот мне напоминает что-то вот aron barrel резервы есть на канале виски который мне абсолютно не понравился вот такая какая-то недовыдержанная бочка какая-то нехорошего качества бочка я помню что при дегустации этого не было и быстрее всего вот это охлаждение виски дает более интересный возможно аромат но дает менее вкусный вкус вот скажем так охлажденные виски цено три посада хуже чем охлажденный виски 1800 это для меня удивляет но действительно удивляет потому что получается по аромату он чуть лучше но по цене тысяча восемьсот выигрывает и я бы выбрал 1800 друзья гранд орендейн это другого уровня текилы это текила при том что сенот стоит 50 евро а гранд орендейн стоит 60 евро текила ну вот 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 если как я сказал что 1800 лучше чем сенот то вот орендейн действительно стоит в два раза дороже чем 1800 то есть сенот не должен столько стоить гранд орендейн мне постоянно почему-то хочется сказать гранд гранд орендейн очень богатая текила восхитительно богатая текила при том что непонятно почему при двойной дистиллиации очень слабо ощущается агава и она нечто среднее между ликером вот ну конечно текила но я бы его приблизил к виски знаете для меня виски это такой эталон то есть для меня арома не интересен коньяк не интересен а вот виски для меня это что-то хороший виски конечно если есть любители коньяка которые смотрят сейчас канал то я хочу сказать что на канале есть коньяк 1919 года 30-летние коньяки то есть есть мы чуть-чуть проходили по коньякам но все равно для меня коньяк не так интересен и вот это текила ну давайте по порядку давайте очень вкусно она побеждает но я сейчас расскажу почему после этих трех видов текилы вот она побеждает пока держишь во рту во первых меняется вкус надо ее чуть дольше подержать то есть ну тут ричард паттерсон как нам говорит про виски что столько секунд сколько ему лет соответственно здесь то в бочках держится полгода то есть здесь это не про не проходит такое утверждение если вы подержите секунд 15 его я это при дегустации не делал то вы почувствуете как сладость такая сладость с корицей ванильная сладость превращается потихоньку в цитрус при глотке когда вы долго подержите эту текилу во рту при глотке сразу же проявляются нотки оранж апельсина нотки апельсина проявляются нотки с легким перцем много ванили и в перце содержится синамон это извините корица это просто восхитительнейшая текила это просто ну я могу советовать вам всем ее попробовать эту текилу да мне не жалко денег которые я потратил мне жалко на сенот деньги я вам честно скажу это такая популярная очень текила она кругом продается я хотел еще купить сидвер и теперь я не хочу купить сидвер я вам честно скажу потому что сидвер от сенота отличается там буквально ну по-моему 4-5 евро и мне жалко за сенот выброшенных денег и не будет у меня сидвера я куплю наверное 1800 онеха и куплю обязательно гранд орендейн онеха и потому что я чего-то ожидаю интерес хотя честно говоря когда я вот сравнивал но у меня еще не было канала но у меня был он и есть друг который очень любил текилу ему как-то новый год купил все в украине самые такие интересные текилы тогда не было таких каких-то заоблачных цен тогда самая дорогая текила стоила порядка 120 или 130 евро то есть я ему купил вот где-то от 50 до 120 евро там 5 или 6 видов текил и вот конечно есть более интересные текилы но они не продаются на кипре я бы с удовольствием купил эти текилы друзья гранд орендейн это это наслаждение я вам так скажу я чему начал говорить перед этим что они хоть чаще всего она очень перченая я не понимаю почему то есть они вот вроде и выдерживают дольше в бочках но почему-то она становится очень сильно перченая и я онеха не люблю текилу silver текила для меня это замена водки и в принципе ну при том что я люблю водку grey goose silver текила чаще всего все-таки дешевле чем эта водка а вот репосада для меня это такая вот серединка и самая вкусная для меня всегда репосада сегодня побеждает гранд орендейн что произошло у нас что такого интересного это то что сенот не стоит своих денег лучше купите 1800 она дешевле и вкуснее и интереснее то есть а если вы увидите гранд орендейн и у вас есть возможность купить такую текилу я вам очень советую купить попробовать продегустировать друзья я вам желаю всего самого лучшего чтобы у вас было все хорошо конечно вы прощаетесь с вами текилой гранд орендейн которая сегодня победила которая была самая вкусная текила друзья пускай все будет хорошо кто никому не жалко поставьте лайк кто не подписался подписывайтесь если вы хотите приходите к наш спонсорский контент всего лишь за 0.99 центов вы увидите все скрытые видео все будущие видео и все видео которые такие более элитного алкоголя до новых встреч оставайтесь с нами пускай все будет хорошо